Лежать, сидеть, лежать, стоять, лежать, сидеть Всем привет! Сегодня мы наконец-то продолжаем наши видео уроки. Сегодня мы будем рассматривать начальный этап отработки комплекса «Сидеть, лежать, стоять». Достаточно с виду простое упражнение, которое очень сильно позволяет развить внимание собаки к тому, какие команды мы произносим. Очень сильно помогает нам улучшить ее управляемость в различных ситуациях, как в быту, так и в спорте. И сегодня моим помощником будет Малинуа Трай, возраст год и месяц. Очень часто в моих предыдущих уроках радовали комментарии о том, что ваша собака достаточно спокойна. Снимите что-нибудь с более темпераментной собакой. Ну, собственно говоря, Трайчик уже достаточно неплохо выполняет эти команды, как мы могли видеть в начале. И сегодня мы попробуем вместе с ним разобраться, какие начальные моменты важно учесть в процессе отработки команды «Сидеть, лежать, стоять» и как правильно должны работать вы. Потому что основная нагрузка в начальном этапе отработки комплекса «Сидеть, лежать, стоять» ложится на хозяина. Правильность его работы с лакомством, правильность жестов, правильность последовательности подачи команды и жестов. И сейчас мы разберем как раз все эти моменты. Для отработки комплекса команд «Сидеть, лежать, стоять» нам понадобится собака, которая замотивирована, желает получить лакомство. Если мы говорим о начальном обучении щенка, мы всегда помним о том, что потребность, которая наиболее ярко выражена в данный момент времени, может помочь нам решить наши задачи или может нам помешать. Поэтому если щенок сыт, если щенок не хочет получить то лакомство, которое вы предлагаете, скорее всего процесс обучения зайдет в тупик. Поэтому мы подбираем правильное время для занятий, когда щенок голоден, мы подбираем правильное лакомство. И дальнейшая работа ставится по следующим принципам. На начальном этапе, когда щенок замотивирован, можем взять в руки несколько кусочков лакомства, 3-4 кусочка лакомства. Еще раз напоминаю, лакомство для дрессировки. Это то, что щенок хочет получить. Сырочек, мяско приваренное, например, куриные пупочки, какие-то вкусняшки специально выпускаемые для собак, но желаемые собаки. То есть, если собака хочет получить это лакомство у вас из рук, значит процесс пойдет нормально. Трайшки. Трай. Хорошо. Ладушки. Ладушки. Какую позицию лучше всего занять перед собакой? Некоторые любят работать, когда хозяин находится перед собакой. Некоторые любят работать у левой ноги. Я бы занимал для начала перпендикулярную позицию к собаке. Потому что в данном случае мы можем помочь ей, используя нашу левую руку. Достаточно хорошо видим, как занимает собака позицию. И контролируем все процессы, которые у нас есть. Теперь непосредственно о начальной работе. Трайчик. Трай. Лежать. О начальной работе. То есть, щенок, который первый раз вообще начинает это упражнение, абсолютно индифферентно реагирует на команды, которые ему подаете. Потому что слова сидеть, лежать, стоять на него пока не несут никакого смысла. Поэтому к начальному этапу обучения вы можете приступить, не используя команды как таковые вообще. Мы работаем по принципу, ладошка с лакомством это мишень. Собака тянется за мишенью. Желая получить лакомство, мы соответствующим образом ее наводим. И в момент, когда она заняла нужное нам положение, мы можем произнести маркер «Да». Можем просто отдать ей в этот момент кусочек лакомства. Если ваша собака приучена к маркеру «Да», это будет хорошо. О маркере «Да» вы можете узнать подробнее в наших предыдущих уроках. Итак. Жесты, которые помогут собаке следовать за мишенью и выполнить позиции сидеть, лежать и стоять. Итак, на позицию сидеть, жест вверх, немножко за голову собаки. В момент, когда она выполнила данную позицию, мы отдаем ей кусочек. Жест на команду «Лежать» перпендикулярно вниз. То есть мы не пытаемся вести руку вперед, потому что получив такое движение, мы сразу же получим смещение собаки за рукой. И жест на команду «Стоять». Ладошка из положения «Лежать», когда рука наша развернута ладонью вниз, в положении «Лежать». Поднимается вверх и разворачивается ладонь вверх. То должна делать наша левая рука в случае, если мы выполняем жест и ничего не происходит. Левая рука должна оказывать легкую помощь. Важный момент, который вы должны помнить на начальном этапе обучения. Если ваша собака плохо замотивирована на лакомство, не понимает, что требуется от нее и вы начинаете подключать левую руку для помощи, и собака начинает отвлекаться на вашу помощь, значит что-то происходит неправильно. Мы хотим получить спокойную, внимательную работу со стороны собаки и отвлечение ее на нашу помощь только усугубит ситуацию. Соответственно, если какой-то из параметров не получается, если какая-то команда непонятна собаке, вам нужно еще больше усилить мотивацию, подобрать более спокойную обстановку для отработки данной команды, подобрать более интересующие ее лакомства. А правильность жестов мы чуть позже посмотрим без трая, чтобы вы увидели позицию обеих рук, правильность действий. Сейчас давайте еще раз посмотрим, где и как должна подключаться наша левая рука. На команде сидеть. Мы можем аккуратненько подтянуть собаку за ошейничек. На команде лежать левая рука кладется на холку, не в районе шеи, не в районе спины, а именно на холочку между лопатками. И одновременно с опусканием правой руки вниз, левая рука мягко прижимает собаку в лице. На команде стоять. Левая рука подводится под животик. Здесь мы не создаем никаких болезненных ощущений для собаки. Правая рука в этот момент синхронно поднимается вверх ладошкой. Также в процессе отработки комплекса сидеть, лежать, стоять, левая рука и правая рука должны помогать нам контролировать позицию собаки. Собака не должна заваливать круг в сторону, она не должна смещаться за правой рукой. Для этого мы должны делать очень компактные жесты. Об этом мы поговорим чуть позже. И давайте еще раз посмотрим начальный этап. Мы не произносим сейчас никаких команд. Мы по необходимости подключаем левую руку и просто учим щенка следовать за рукой, выполняя определенные действия. Как вы могли уже увидеть, жесты мы делаем достаточно компактными. И мордочка собаки все время находится у нас на ладони. Если она полностью поглощена вниманием и желанием получить корм, не будет никаких моментов отвлекающих ее. Она не будет отключаться от следования за рукой и достаточно быстро поймет, в какой момент она получает лакомство из руки и какое действие приводит к успеху. Давайте еще раз посмотрим и внимательно послушаем, когда я говорю маркер «да» собаке за то, что она выполнила нужное мне движение. В момент, когда собака опустила попу на землю, мы говорим маркер «да». То же самое с командой «лежать и стоять». В момент, когда она легла, я произношу маркер «да» и после этого отдаю ей лакомство. В момент, когда она встала, я произношу маркер «да» и отдаю ей лакомство. На следующем этапе, когда щенок уверенно следует за рукою мишенью, не реагирует, отвлекаясь на нашу помощь левой рукой, достаточно уверенно выполняет уже движение за нашей ладошкой, мы можем подключить команды. Ничего страшного в том, что если вы подключите команды с самого начала, не будет. Иногда последовательность команды жестов невнимательно контролируется хозяевами, поэтому проще же для вас, если вы оставите добавление команды на второй этап, когда щенок уже будет понимать, что от него требуется, следуя за вашими жестами. Итак, добавляем команды «сидеть, лежать, стоять». Важный ключевой момент. Ваша команда должна прозвучать до любых движений, которые вы собираетесь сделать. Мы выставляем ладошку с лакомством, заинтересовываем собаку в получении этого лакомства и делаем следующее. «Лежать». Произносим команду «лежать» и направляем собаку вниз за привычным уже ей жестом. То же самое с остальными командами. Нет. Сидеть. Сначала мы произносим команду, потом мы делаем жест. «Стоять». «Сидеть». «Лежать». Если вы не путаетесь в этой последовательности, если собака делает достаточно уверенно комплекс и следует за ладошкой, точно так же вы можете добавить маркер «да» в конечной точке, которую мы хотим увидеть от собаки после произнесения определенной команды. «Лежать». «Да». «Сидеть». «Да». «Стоять». «Да». Трайчик уже делает эти команды, поэтому он немножко даже опережает события и движения моего жеста. Но я думаю, что наглядно вы смогли увидеть детали, которые должны делать и собака, и вы. То есть собака должна находиться все время в ладошке с лакомством, собака должна не перемещаться, не заваливать круг, очень правильно и быстро ложиться. И теперь мы можем поговорить о нюансах, которые важно понимать в отработке этой команды, а Трайчику дать возможность погулять. «Да». «Гуляй». Давайте продолжим наш урок и поговорим о важных моментах, которые всегда упускаются из виду на начальном этапе. Первый важный момент. Замотивированная, хорошо замотивированная собака, несколько кусочков лакомства в руке и жест. Вы можете представить себе такой небольшой треугольник, который всегда описывает наша рука с лакомством. В этом треугольнике команда «сидеть» у нас выглядит вот так, команда «лежать» выглядит вот так, команда «стоять» выглядит вот так. И, соответственно, мы получаем компактный треугольник, в котором двигается наша рука. На начальном этапе хозяева часто спешат, стараясь выполнить команду быстрее или побыстрее убрать руку от собаки, сделать амплитуду движения больше и тем самым путают собаку. Наша задача оставить руку всегда на мордочке собаки и делать движения достаточно медленными. То есть не совсем медленными, но и не ускорять движения, чтобы не потерять контроль над собакой. Собака должна остаться все время у нас в ладошке. Второй момент – это последовательность, команда и жест. Жест за счет того, что у нас в ладошке есть лакомство, достаточно читаем для собаки, она будет следовать за лакомством. И правильно направленная вашей рукой и при необходимости исправленная левой рукой, которая поможет занять ей позицию быстрее, собака выполнит команду. Команда сама по себе вначале не несет никакой смысловой нагрузки для собаки. Она является индифферентным раздражителем. Собака не реагирует на нее, особенно если это начальный этап обучения, и щенок не понимает, о чем мы с ним говорим. Поэтому команда должна всегда опережать наш жест. Для того, чтобы у собаки сформировалась необходимая связь. Слово обозначающее, получающее «сидеть», как «сидеть», обозначает «займи вот это положение и получи вкусняшку». Точно так же с остальными командами. Слово обозначающее «движание». Он позволяет тебя двигаться вниз. Как только ты касаешься лапками земли, влечит маркер «да» уже знакомый для тебя, и ты получаешь вкусняшку. Итак, еще раз напомню основные моменты. Команда, если мы ее уже вводим, звучит до нашего жеста. Жест делается очень компактным, без резких движений, без размашистости. И в момент, когда собака совершила необходимое нам действие, она получает маркер «да». И не забываем о том, что в данной позиции, когда мы находимся перпендикулярно к собачке, левая рука помогает нам контролировать возможные перемещения, заваливания собаки. Собака не должна отвлекаться на нее. И работа левой руки выглядит следующим образом. То есть, на команде «сидеть» левая рука может помочь поднять собаку из положения «лежать», выдерживая ее за ошейник. Если собака находится в позиции «стоять», левая рука нажимает на круг. Все это происходит одновременно. То есть, правая рука с лакомством двигается вперед-вверх, левая рука нажимает на круг вниз. На команде «стоять», например, из положения «лежать», «лежать», левая рука заводится под животик, правая рука делает движение вверх, и ладонь разворачивается вверх. «Стоять». То есть, еще раз давайте посмотрим на движение двух рук, если нам необходима помощь для того, чтобы собака заняла правильную позицию как можно быстрее. Итак, смотрим. Команда «сидеть», «сидеть», команда «лежать», «лежать», команда «стоять», «стоять», то есть, ваши руки двигаются синхронно, правая рука максимально помогает собаке, совершая компактный жест, левая рука контролирует возможные перемещения и заваливания и помогает собаке легким нажать. Напоминаю, что собака не должна отвлекаться на нашу помощь. Если она на нее отвлекается, мы пока не вводим левую руку. На этом все. Увидимся в новых видеоуроках. Сидеть. Лежать. Сидеть. Стоять. Сидеть. Стоять. Сидеть. Лежать. Толи. Сидеть. 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 Субтитры создавал DimaTorzok